Всем привет! В эфире серия подкастов Edindex и iContext Group, где мы с представителями группы под разными углами изучаем рынок маркетинга и рекламы. Сегодня поговорим об агентском бизнесе. Меня зовут Екатерина Костюченко, журналист Edindex, и у меня в гостях Мария Азрецкая, коммерческий директор iContext. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Начать разговор предлагаю с тендеров. Расскажите, какие отношения выстраиваются между брендами и агентствами, какие тренды здесь прослеживаются? Если мы говорим про то, как и в каком виде сейчас проводятся тендеры, то, наверное, можно отметить, что за последние несколько лет сформировались следующие тенденции. Во-первых, тендеров стало заметно меньше. Это происходит по причине того, что часть крупных рекламодателей сделали акцент на инхаус в ведении своих маркетинговых активностей. И по этой причине прежняя нужда в агентствах, она, по сути, видоизменилась. Отсюда можно сделать вывод, что количество значимых для рынка тендеров, оно просто упразднилось. Второй момент. В связи с непростой ситуацией в сегментах малого и среднего бизнеса, тендеры такого типа стали замещаться тендерами, которые проводят государственные и окологосударственные заказчики услуг. И за последнее время количество таких тендеров сильно выросло, как и в целом выросла степень государственного регулирования различных сфер бизнеса. И глобально, если подытожить то, что я сказала, все тендеры делятся на два типа. Первый тип тендеров – это тендеры, ориентированные на бизнес-результаты. И второй тип тендеров, которые базируются на задачах, решаемых окологосударственным заказчиком услуг. Как бренды оценивают агентства в тендерах? Существует ли ключ к успеху в тендерах? Может быть, это цена? Если мы говорим про параметры партнерства, ориентированные на решение бизнес-задач, первая плоскость описывает такие важные вещи, как экспертиза агентства, соответствие команды, требованиям со стороны клиента, способность агентства быстро и качественно решать задачи, поставленные перед ним. Вторая плоскость описывает соответствие стоимости, заявленной со стороны агентства, ожиданием со стороны клиента. Если говорить про приоритеты в такой системе оценки, то они не всегда лежат в плоскости стоимости. По этой причине у агентства есть большое количество инструментов для того, чтобы показать, что с точки зрения спектра услуг и качества их исполнения, оно 100% попадает в цели и задачи клиента. Если говорить о гостендерах, то какие здесь есть подводные камни и какие барьеры основные? К гостендерам мы относимся к те тендеры, которые проводятся по 44 и 223 федеральным законам. Такой тип тендеров всегда проводится по строго регулируемой процедуре. Если посмотреть на методологию проведения таких тендеров, то можно в целом сделать вывод, что победителем такого тендера может стать любой игрок на рынке, который удовлетворяет выдвигаемому количеству квалификационных требований. И по сути, такого типа тендеров у агентства ограниченное количество рычагов для того, чтобы показать себя как действительно сильного игрока на рынке. И зачастую победителем такого тендера может стать не самый ответственный исполнитель. И как показывает текущая ситуация на рынке, сформировался уже ограниченный пул игроков, которые научились исполнять заявленные тендерные условия для того, чтобы стать тем самым победителем тендера вне зависимости от возможности обеспечить качественную и оптимальную закупку для клиента. И по сути, если мы говорим про цель любого тендера, то она заключается в том, что рекламодатель ищет себе внешнего партнера для решения своих бизнес-задач. И в процессе выбора подрядчика может произойти разрыв между проведением тендерной процедурой и уже конечным выбором победителя. Если мы смотрим на гостендеры, то в них существует действительно существенный разрыв, о котором я сказала ранее. И это является действительно большим барьером сейчас на рынке. А если говорить про отношения рекламного рынка и государства, то что здесь происходит? Можно размышлять на тему того, что все с высокой долей вероятностью приведет к централизации процесса. И данный тренд заключается на самом деле в усилении контроля и мониторинга государства над всеми значимыми финансовыми потоками. Отсюда рождается еще один тренд, который говорит о возможном масштабировании госзакупок. И если сейчас только какая-то доля тендеров проводится по 44-му, 223-му федеральным законам, то с высокой долей вероятности можно утверждать, что количество таких тендеров со временем вырастет. Если мы посмотрим на то, как сейчас проводятся гостендеры, то в целом мы сталкиваемся с большим количеством сложностей и трудностей по части закупки различных каналов. Например, использование аукционных форматов, оно очень тяжело описывается в тендерной документации и не ложится в привычную для госзакупок отчетность. Тут можно рассуждать на тему того, что если тренд на масштабирование госзакупок верный, то с высокой долей вероятностью произойдет эволюция проведения государственных тендеров. И возможно появится какой-то новый формат проведения госзакупок, который будет учитывать все эти сложности, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Также можно размышлять на тему того, что возможно появится какая-то унифицированная площадка для проведения государственных тендеров, с унифицированной методологией выбора того самого поставщика. Мария, скажите, пожалуйста, а должны ли агентства и игроки рынка принимать участие в формировании проведения гостендеров? Да, это важный момент. И агентства, и ключевые игроки рынка должны принимать активное участие в формировании тендерной процедуры, ее оценки и дальнейшей реализации. Тут, если посмотреть на данный процесс со стороны площадок, например, со стороны таких крупных систем, как Яндекс, то важно, чтобы они принимали активное участие и делали акцент на образовательной деятельности для, например, рекламодателей, для формирования понимания и прозрачности трехсторонних отношений, ключевыми игроками которых являются агентство, рекламодатель и площадка. И сейчас мы существуем в той плоскости, когда финансовые отношения между агентствами и площадками, они непрозрачны. И по этой причине существует довольно-таки большое количество вопросов к агентской комиссии. Тендеры проводятся в таких условиях, когда агентство начинает просто демпинговать по части этих самых агентских комиссий, и это приводит к снижению качества услуг и впоследствии недовольству рекламодателя. И как только рынок станет прозрачным для всех его игроков, то с высокой долей вероятности можно рассуждать, что ценовой фактор вообще уйдет на второй план, и большее внимание будет уделяться качественным параметрам оценки тендера. Отсюда можно рассуждать, что, может быть, произойдет изменение формы технического задания по части увеличения этих самых качественных параметров оценки. И, по сути, предметом такого тендера уже станет команда, которая будет способна в короткие сроки и качественно решить задачи, поставленные перед ней со стороны клиента с максимально соответствующей экспертизой за оптимальный для клиента бюджет. А насколько диджитал, в принципе, поддается ГОСУ регулированию? Диджитал-среда в целом с момента своего появления, она довольно-таки большое количество времени существовала без какого-то государственного регулирования. А, как мы все знаем, интернет активно развивался и очень сильно вырос, поэтому данная сфера тоже попала в поле зрения государственных структур. И за последние 3-4 года государство стало предпринимать активные шаги в сторону регулирования этой сферы. И за последнее время произошло и появилось большое количество вполне себе успешных государственных инициатив, таких как МОСРУ, Умный город, Госуслуги, чьими активными пользователями мы с вами все являемся. Если посмотреть на статистику, то в 2020 году количество пользователей, которые зарегистрировались на портале Госуслуга, увеличилось на 20 миллионов. И в целом достигло такой цифры, как 78 миллионов пользователей. А это, по сути, 2 трети граждан старше 14 лет, что в целом свидетельствует об успешности и массовости проекта. И отсюда можно сделать вывод, что государство в короткие сроки научилось реагировать и адаптироваться под актуальные технологии и оперативно внедрять их для решения своих задач. И если рассуждать на эту тему, то с высокой долей вероятности можно говорить о том, что доля государственного участия в жизни таких важных экосистем, как, например, Яндекс или Мэйл, оно со временем будет только увеличиваться, и, возможно, на базе данных платформ появятся какие-то новые государственные инициативы. И здесь, наверное, еще важно сделать акцент на эволюции уже существующих инструментов, таких как, например, социальные сети или мессенджеры, в частности, например, популяризация блогеров и телеграм-каналов и в целом формирование какой-то новой формы коммуникации с аудиторией. Все это, безусловно, приводит к появлению новых методов монетизации и, в целом, возможности через эти инструменты влиять на большое количество аудитории. В связи со всем вышесказанным можно сделать вывод, из-за того, что эта сфера активно растет и развивается, то она, скорее всего, тоже в ближайшее время будет в поле зрения государственного регулирования. Какие индустриальные тренды вы могли бы отметить как наиболее важные? Если говорить про тренды рынка, то в целом они во многом всегда формировались от развития источников трафика и от проникновения коммуникационных устройств. Если мы говорим про развитие источников трафика, то в целом они прошли какой-то очень долгий путь, и эволюция их замедлилась. Если говорить про какие-то важные индустриальные тренды, я бы выделила возможное появление какого-либо устройства или, например, гаджета, использование которое очень тесно связано с применением VR-технологий. Раньше говорили про них только в плоскости игровых индустрий, но сейчас, как показывает текущая ситуация на рынке, VR-технологии выходят на новый уровень применения. И во всем мире сейчас ведутся активные разговоры на тему применимости данных технологий в таких сферах, как медицина, здравоохранение, военная отрасль. И первые масштабные наработки, которые уже способны вывести жизнь человека на новый уровень, они уже существуют, и я думаю, что данный тренд будет продолжаться, данная сфера будет активно развиваться, и мы будем с вами удивляться тому, что будет еще придумано и как это будет улучшать нашу с вами жизнь. Еще одним важным индустриальным трендом я бы назвала развитие искусственного интеллекта. Оно очень тесно связано с процессами роботизации. И робот — это, по сути, машина, которая способна воспринимать действительность, каким-то образом ее интерпретировать и действовать соответствующим образом, то есть, по сути, думать. И сейчас большое количество мыслей и разговоров на тему того, что процессы автоматизации, роботизации, они могут привести к масштабным безработицам. Но, как мне кажется, помимо позитивного влияния искусственного интеллекта на различные сферы жизни, данная конструкция не может существовать без все-таки человеческого вмешательства. Если мы говорим про работу с большим массивом данных, это является актуальной важной задачей для всех сфер бизнеса, в частности, для рекламного рынка. И кажется, что использование только одних роботизированных механизмов в отсутствии человеческого вмешательства может привести к, например, построению неправильной модели коммуникации с пользователем и дальнейшее некорректное использование. Еще одним из интересных трендов является рынок речевого искусственного интеллекта, который за последнее время очень сильно развивается и растет. По данным аналитикам Just.AE, рынок российского разговорного искусственного интеллекта, туда входит голосовой помощник, технологии распознавания голоса и другие. Он может достигнуть по итогам этого года 120 миллионов долларов. Если посмотреть на то, что происходит в данном сегменте рынка, то можно видеть, что разговорный искусственный интеллект, он вытесняет традиционный человеческий труд из колл-центров. И по оценкам экспертов, это будет основным драйвером развития этого рынка, например, в сегменте B2B. Возможно, появится какое-то устройство, которое кардинальным образом изменит жизнь человечества. Это, безусловно, отразится на рекламном рынке. Что это будет за устройство, и в какие сроки оно станет неотъемлемой потребительской частью, мы можем только рассуждать, но это со стопроцентной вероятностью изменит всю индустрию рынка. Мария, я правильно понимаю, что предложений на рынке гораздо больше, чем спроса? И как это влияет на отрасль? Действительно, если сейчас посмотреть на текущую ситуацию на рынке, то мы живем в той плоскости, когда предложений гораздо больше, чем спроса. И это, в свою очередь, рождает очень сильную конкуренцию между игроками рынка, и рекламодатели начинают придумывать различные решения для бизнеса, для того, чтобы эту конкуренцию выдерживать. Глобально все компании на самом деле можно разделить на два типа. Первый тип компании – это компании с большими инвестициями, с большим количеством ресурсов, и они в целом могут себе позволить тестировать различные технологии и вообще в целом придумывать что-то новое. А второй тип компании – им сложно придумать что-то новое, и они живут с ограниченным ресурсом. Они могут влиять на успешность своего бизнеса путем внедрения каких-то инноваций в контексте экономии, оптимизации производства. И отсюда можно сделать вывод, что инновации – это не всегда про появление чего-то нового. Зачастую инновации рождаются на ограничениях. Куда движется рынок диджитал? Если говорить про то, что сейчас происходит на рынке диджитала, то он, скорее всего, не движется в какую-то определенную сторону. Он, скорее, развивается за счет использования этих самых технологий, инноваций и тестирования различных гипотез. Но со стопроцентной уверенностью можно говорить, что агентства способны максимально короткие сроки реагировать на все изменения рынка и даже на самом деле принимать участие в создании новой системы координат оценки этих самых изменений. И если резюмирует все вышесказанное, учитывая то, что действительно предложение гораздо больше спроса и то, что сейчас существует действительно большая раздутая конкуренция, то любому клиенту очень важно иметь внешнего партнера, который как раз будет его проводником в мире этих самых изменений и инноваций, кем на самом деле является агентство. Мария, я благодарю вас. Это было интересно. Спасибо, что пригласили. Коллеги, спасибо за внимание. Желаю всем успехов. Спасибо, что слушали нас и смотрели. Всем пока.